приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала перед просмотром ставьте лайк подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик шакра молодой меняет правило шакра поставил на старую гвардию как рассказал наш источник вышедший на свободу вор в законе один захарий калашов шакра молодой практически не ведет личного общения с другими законниками передавая свои пожелания через приближенных авторитетов александра захарова захар и мартина баба кихи она даже криминальный генерал бодрика гуашвили бодрику таиский который на время отсидки шакра исполнял обязанности вора в законе 1 практически не имеет доступа к шакра и вынужден вести общение преимущественно с захаром и мартином однако стало известно о первых решениях калашова во-первых шакра решил что не место рядом с избранными вору в законе ульфату тагиеву руфа ранее власти рф приняли решение о пожизненном запрете тагиеву на въезд в россию однако бодри сумел договориться с фсб о возвращении руфа в рф в марте он присутствовал на 60-летнем юбилее к гуашвили с помощью руфа бодри хотел получить полный контроль над азербайджанской мафии в россии но шакра сделал ставку на другую проверенную еще дедом хасаном фигуру криминального генерала вагифа сулейманова после этого как стало известно нашему источнику руфа вынужден был спешно покинуть россию иначе бы ему грозил арест также шакра отложил на неопределенный срок так называемый всеобщий расход законников когда списываются все претензии из криминальных генералов которые не были замечены в убийствах и применении насилия в отношении других воров в законе и урегулирования очень давнего конфликта влиятельных законников тариэла они они и лаши шушинашвили причина озвучена такая для решения этих вопросов нужна личная большая сходка проведение которой присутствие на ней шакра сейчас невозможно в рф провести ее не дадут спецслужбы а сам калашов и ряд других воров в законе пребывающих в россии сейчас не выездные источник полагает что для шакра данная ситуация выигрышная таро остается в подвешенном состоянии а его влияние и так падает с каждым днем все меньше законников прислушиваются к его мнению где шакра молодой хранит свои миллионы криминальный банкир контрабандист и теневой олигарх россии асат михдиев водит дружбу и делает своими партнерами не только высокопоставленных силовиков профильного толка для крышевания своих дел но имеет серьезный ресурс в криминальной среде так со слов самого же михдиева ему во многом обязан вор в законе захар калашов шакра молодой часть капиталов которого сумма более 15 миллионов долларов сша он смог сохранить у себя в банке славия во время сложной жизненной полосы у мафиози по словам источника кроме того михдиев активно использует для различных преступных действий криминальный ресурс таких сподвижников шакра как александр захаров и мартин бабокихян которые после отбытия срока за убийство губернатора магаданской области валентина цветкова стали постоянными гостями главного офиса банка славия расположенного по адресу город москва улица кедрова дом 5 а развенчанный шакра молодым вор в законе записал гневное обращение к собрату шакра это никто и зовут его никак в распоряжении prime crime оказалась аудиозапись на которой 45-летний вор в законе тимур каба он же гули обращается к тезке и коллеги по цехе 51-летнему тимуру гвасалия более известному как тема макколя переполненная ненормативная лексика эмоциональное послание лично к макколи а фактически урбия торби затрагивает ряд известных воров в законе включая шакра которого гули называет нам баваном проливая свет на ситуацию в воровском мире и царящее в нем настроение определенной его части оба вора уроженцы сухуми и как следует из текста дальние родственники по словам источника тирада кабы является реакцией на воровской прогон датируемый ноябрем прошлого года авторство которого приписывается нам баван усилить шакра на которой сослался макколя напомним в той бумаге тимура кабу назвали проходимцем сеющим смуту и вбивающим клин между массой поводом для этого послужила активность гули его напарника бывшего вора в законе давида бажадзе еще в 2015 году развенчанного шакра за крысятничество общака которые через голову глав пахана якобы решали судьбы арестантов в исправительных учреждениях краснодарского края в одном из которых тогда находился и сам нам баван по словам кабы прогон который он называет писюлькой написан со слов пызы главного абхазского вора в законе на котором кровь воров и следовательно все кто от него отталкивается есть такие же негодяи на букву б как и сам пыза в своем послании гули также нелицеприятно отзывается о старшем и младшем а сатрянах раскрывая их роль в вербовке заключенных для своего а также чеченских ворах азизе и гелани и многих других сразу же после освобождения шакра молодой провел в москве первые встречи вор в законе захар калашов шакра молодой провел первые после освобождения встречи с представителями криминального мира в ближайшее время ему предстоит разрешить самый затяжной и самый кровавый конфликт среди воров в законе между законниками лашей шушинашвили и тире ломаниани таро освобождение шакры из колонии вызывало слишком большой интерес у журналистов по всем вопросам касающимся калашова в син действовал под полным руководством фсб рф в результате журналистам вбросили информацию будто калашова уже нет в к в усть лобинске а будто он был заранее этапирован в москву где и произойдет освобождение в реальности ранним утром 29 марта вор в законе один покинул стены и к и в сопровождении самых близких лиц отбыл в свой коттедж на рублевке отдохнуть у калашова не получилось уже 29 марта поздно вечером к нему в коттедж прибыли авторитеты мартин бабокихян и александр захаров сандра а также же законник бодрика гуашвили бодри кутаиски до утра шло обсуждение насущных дел в криминальном мире а тут у шакра множество сложных вопросов один из главных их них кто будет выступать посредником между множеством мафиози имеющих челобитные к калашову сам он ограничит круг общения до минимума главным претендентом на роль такого посредника выглядит бодри но тут множество проблем за время долгой отсидки шакра к гуашвили исполнял обязанности вора в законе один но получить даже близко такое уважение в мафиозном мире как у шакра не смог тут и не скрываемая коммерческая деятельность бодри постоянное общение с неграмотным руфа а главное тесное взаимодействие с силовиками если же бодри возьмет еще и роль посредника то его статус может быть совсем уж подорван калашов известен персональным мнением по любым вопросам вне зависимости от того кто принес тему и сколько за ней стоит денег поэтому бодри в качестве посредника слишком часто может слышать от шакра нет что окончательно подорвет его репутацию скорее всего посредником будет выступать дата что касается главного воровского конфликта последних десятилетий между таро и лашей который забрал жизни деда хасана япончика и ряда других законников то никаких оснований откладывать его решение больше нет и таро и лаша на свободе позиция шакра известна все воров законе на чьих руках нет крови должны получить массовый расход и тут главный вопрос сможет ли кто-то открыто обвинить таро и мираба джангвиладзе в устранении деда хасана япончика одно дело версии следствия а другое дело воровские предъявы и объективно таро и мирабу предъявить нечего по таро опять будет поднят вопрос о его неворовском поведении но они они заранее почищают хвосты так еще до освобождения шакра воров законе близкие к таро в польше избили законников орлама кухианидзе вате который ранее побил самого таро теперь они они никто не предъявит что он не ответил за свое избиение конфликт между шакра и гафуром грозит перерасти в войну источник в чека о гпу говорит что одним из первых дел которые предстоит решить после освобождения воров законе захару калашову шакра это конфликт с авторитетным бизнесменом из узбекистана гафуром рахимовым причем конфликт грозит перерасти в настоящую войну по словам источника события развивались следующим образом у бизнесмена подконтрольного шакра возникли финансовые разногласия с супругой гафура речь шла о крупной сумме в семь миллионов долларов в ситуацию мигом вмешался рахимов и послал предпринимателя подальше коммерсант обратился за помощью к авторитетам мартину бабокихи она и александру захарову сандра которые на время отсидки представляют интересы шакра на воле в результате мартин и сандра договорились о встрече с гафуром и его супругой но разговор не заладился с самого начала в результате рахимов на фоне сильно ругающейся жены тоже отправил визитеров от шакра куда подальше к этому можно добавить и почти родственную обиду нанесенную гафуром шакра пока тот сидел в колонии названный сын шакра криминальный генерал гурам чехладзе к вижаевич как-то поехал на не очень удобную беседу с законником надыром салифовым лоту гули однако неожиданно на встрече оказался авторитет из казахстана арман джумагильдиев арман дикий который не раз вместе с гули выполнял особые задания гафура в криминальном мире к вижаевич в качестве поддержки взял с собой мартина бабокихи она однако разговор пошел не по плану в результате арман дикий избил к вижаевича мартин вынужден был ретироваться и не смог помочь сыну шакра даже сидя в колонии шакра сохранил статус самой авторитетной фигуры напомним в 2018 году калашова осудили вместе с группой товарищей за вымогательство его люди пытались выбить из владелица ресторана 8 миллионов рублей произошла перестрелка в которой погибли два человека из принадлежащего шакра чопа именно на суде кстати прокурор зачитывая приговор официально назвал шакра лидером криминального мира россии калашову дали 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима срок еще не истек но защита попросила суд освободить мужчину из-за тяжелой болезни не с первой попытки но адвокатам все-таки удалось убедить судей что дело серьезно а вот чем заболел калашов до сих пор не было известно по слухам шакра видит наполовину одним глазом как настоящий пират рассказала кейпиру лиля харина главный редактор и а prime crime это новостной сайт целиком посвященный ворам в законе без компенсации за убийство как несколько лет назад объяснял ранее упомянутый прокурор шакра молодой занял место авторитета номер один после убийства вора в законе аслана усаяна он же дед хасан это случилось в 2013 году киллер застрелил законника на выходе из его любимого ресторана в центре москвы удержал ли шакра статус номер один сидя в колонии или что-то изменилось в воровском мире шакра безоговорочно самая авторитетная фигура говорит харина все время пока он сидел была тишь да гладь без него муха не пролетела как в обществе воров в законе восприняли новость о досрочном выходе шакра из колонии все кого это хоть в какой-то мере касается просто дождались когда это случилось для всех это очень хорошая новость за чтобы не сидел человек выход на свободу очень радостный и запоминающийся момент в жизни к слову в феврале 2022 года prime crime сообщал о том что шакра обратился к ворам в законе с предложением завершить многолетнюю войну во время которой был убит дед хасан а также еще десятки человек он предлагал положить конец распрям без всяких компенсаций за убийство и увечья нанесенные пострадавшим при этом также предлагал пересмотреть статус законников которые получили короны после 2008 года то есть после начала войны авт это более 130 человек чем в итоге закончилась эта история прислушались ли к шакра эта история еще не закончилась шакра обратился с предложением у воров было время подумать сейчас соберутся вместе и расставят точки будет так как сказал шакра на момент последнего приговора калашову в россии еще не действовала статья уголовного кодекса 210,1 занятия высшего положения в преступной иерархии на ваш взгляд есть ли вероятность того что после выхода шакра из колонии на него будет сразу же возбуждено новое уголовное дело по этой статье сразу не сразу отвечает лиля харина таких домокловых мечей есть над шакра и не один на ваш взгляд чем будет заниматься шакра после выхода из колонии общими вопросами есть ли вероятность что он покинет россию шакра любит россию зачем же ему ее покидать и так давайте вкратце пробежимся по биографии воров законе шакра молодого экс-главный вор в законе россии шакра молодой последние новости про шакра молодого гласят что получив очередной крупный срок лишения свободы он на днях этапом приехал к месту отбывания наказания и к 2 строгого режима которая находится в поселке двубратский слабинского района краснодарского края поговаривают что место многолетней отсидки было выбрано неспроста именно в южном федеральном округе у воров законе прочные позиции здесь власть держит его смотрящие положенцы поэтому есть вероятность что вопрос о выборе колонии был согласован через влиятельных лиц чем-то обязанных калашову ведь как известно воров обычно всегда отправляли отбывать наказание в суровые края россии но никак не в курортный климат захарий калашов по национальности является езидом поэтому вероятно что его предки когда-то жили на севере ирака где обитали езиды родился будущий авторитетный вор в тбилиси 20 марта 1953 года шакра молодой так же как и дед хасан просто ненавидит когда его называют крудом он всегда говорит что он езид а курды наши враги детство провел как и водится среди дворовой шпаны грезящий криминалом вообще в те годы когда захарий был подростком воров в грузии было много почти на каждой улице жил какой-нибудь карманик имеющий воровской титул законника таких людей уважали к ним ходили со своими бедами простые горожане и не мудрено что пацаны еще с малых лет приобщались к воровской среде так и калашов в 17 лет первый раз угодил в тюрьму за кражу это была почетная в криминальном мире статья а следование воровским законом и непримиримость с администрацией сделали свое дело в первый же год отсидки молодого заключенного короновали вора в законе крестниками нового законника выступили такие уголовные авторитеты как айвас мерзоев чипи и джимал микеладзе арсен освободившись захарий калашов еще четыре раза попадал в тюрьму и все по той же почетной воровской статье в тюрьмах грузии он уже был известной личностью в россии отметился лишь в 80-е годы когда за ту же кражу был отправлен в тюрьму новочеркасска в ростовской области к 90-м годам за калашовым уже прочно закрепилась прозвище шакра молодой когда наступила пора рэкета шакра был уже в москве где играл не последнюю роль на криминальной арене конечно в те годы он не мог сравниться влиянием с тем же рудольфом агановым или дедом хасаном но какой-то вес все-таки имел говорят к его мнению прислушивались многие авторитеты в разгар криминальной войны шакра молодой особо не выделялся воровские кланы и различные апг делили московскую землю оставляя за собой горы трупов наиболее влиятельные законники гибли от пуль убийц или становились добычей силовиков на этом фоне влияние шакра молодого только росло он оставался свободным и не лез в распри между кланами однако в 1999 году у него случился конфликт с одним из лидеров криминального мира на почве раздела красноярского и братского алюминиевых заводов и шакра молодой уезжает в испанию здесь он совместно со своими людьми создает бизнес вероятно вкладывая в него деньги добытые преступным путем на родине шакра налаживает контакты с европейскими апг лидерами которых являлись выходцы из стран снг именно в испанский момент его жизни местные правоохранители связывают некоторые убийства и похищения организатором которых являлся шакра молодой 2005 году империя калашова настолько стала обширной что ему пришлось покинуть испанию из-за боязни уголовного преследования на него активно собирали компромат силовики поэтому он принимает решение отправиться в арабские эмираты но здесь он продержался недолго его объявили в розыск по линии интерпола и воров законе арестовали и экстрадировали в испанию где уже предъявили обвинение в отмывании денег приговором суда шакра молодой был отправлен на 7 лет в тюрьму помимо этого его обязали выплатить штраф в 20 миллионов евро пока захарий калашов отбывал наказание в испании власти грузии объявили воров в законе вне закона теперь только за титул можно было схлопотать 10 лет тюрьмы казалось бы в испании ему нечего было бояться но грузинские силовики признали шакра молодого виновным в похищении американского бизнесмена алекса крейна который являлся совладельцем московского казино кристалл вор в законе был заочно приговорен к 18 годам тюрьмы грузинские власти считали что после отбытия испанского срока захария калашова экстрадируют к ним но здесь вышел просчет оказалось что шакра молодой имел двойное гражданство и освободившись 29 октября 2014 года законник благополучно приехал в россию здесь с ним сразу же провели профилактическую беседу силовики по некоторым данным шакра молодого предупредили чтобы он не развивал бурную деятельность и не доставлял хлопот правоохранительным органам почему его не выдали грузии до сих пор остается загадкой надо отметить что к его возвращению готовились практически все лидеры криминального мира после убийства в 2013 году деда хасана в преступной среде не было единого лидера который бы мог решать насущные вопросы воровских кланов кандидатура шакра молодого устраивала всех поэтому оказавшись в россии калашов сразу же принял бразды правления в свои руки его штаб-квартиры где он принимал влиятельных авторитетов стало здание бывшего казино golden palace первым делом вор шакра молодой лишил воровских статусов многих уголовников которых короновали во времена вражды деда хасана стариелла маниани как рассудил главный вор страны эти люди были недостойны носить воровские звезды что их просто привлекли в качестве массовки чтобы у кланов было больше союзников из криминальной среды в звании воров впрочем некоторые из развенчанных рискнули появиться в резиденции главного вора и потолковать с ним насчет своей участи но лишь немногим их статус был возвращен между тем неизвестно зачем шакра молодому понадобилось курировать целую преступную схему по отъему небольшого бизнеса для этого он создал целую апг во главе которой стояли его охранник батыр бек мурадов бег и солнцевский авторитет андрей кочуйков итальянец из воровского общака были выделены деньги на покупку чопов защитник и заслон благодаря этому боевики которых оформляли как охранников получили лицензию на ношение оружия все шло своим чередом бандгруппа вымогала у бизнесменов деньги шакра молодой попутно управлением апг решал воровские дела но тут случилось неожиданное как уже известно в конце 2015 года его бойцы под управлением солнцевского авторитета андрея кочуйкова вторглись в ресторан elements что на ротчительской улице они требовали от хозяйки жан и ким 8 миллионов рублей которая якобы их задолжала дизайнеру фатиме мисиковой это вымогательство вылилось в резонансную перестрелку когда в защиту ким выступил бывший офицер кгб эдуард буданцев со своими коллегами из юридической фирмы в результате той разборки погибло двое человек а еще семеро оказались ранены на тормозах дело не удалось спустить даже шакра молодому ему пообещали за 5 миллионов евро уладить этот вопрос но при передаче взятки были задержаны высокопоставленные офицеры мвд замглавы столичного главка ведомства денис никандров глава управления собственной безопасности михаил максименко и его заместитель александр ломонов в итоге ниточка привела их захарию калашову которого арестовали прямо в его доме интерьером которого может позавидовать любой антиквар как и следовало ожидать дело было крупным для силовиков окончательный суд состоялся лишь спустя несколько лет шакра молодого приговорили 29 марта 2018 года к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима кочуйков был приговорен к 8 годам и 10 месяцам колонии стоит заметить что когда вор в законе прибыл в пресненскую пересыльную тюрьму арестанты устроили ему приветствие видео которого попало в интернет и было растиражировано многими сми это еще раз говорит о большом влиянии шакра молодого на уголовную среду больше всего удивления вызвали последние новости о шакра молодом когда выяснилось где он будет отбывать наказание пристанищем для него стала колония в краснодарском крае в этом регионе у захария калашова сильные позиции здесь же находятся его родственники вора в законе шалва и дата азмановы которых шакра всегда поддерживал естественно что авторитетная родня не оставит своего влиятельного босса даже в тюрьме